здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто нас смотрит на youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самый популярный радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем с российским экономистом с российским общественным и политическим деятелем бывшим заместителем министра финансов россии бывшим первым заместителем руководителя центра банка россии сергеем владимирович алексашенко сергей владимирович добрый день здравствуйте добрый день сергей водич и большое вам спасибо за то время что вы нам уделяете а сергей владимирович главные события последних действий происходят в украине а точнее в донбассе сегодня вице-премьер козак как бы уже напрямую говорит о вторжении на территорию украины как вы считаете может ли российское руководство начать военный конфликт на территории россии украины да прошу прощения спасибо можно я начну с анекдота да пошел конечно генеральность китайца к кпсс председатель президиума верховного совета ссср четырежды героев советского союза герой социалистического труда говорят дважды ордена победы и прочее 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 леонидович брежа приехал варшаву с государственным визитом и знаете случилось такое что ему захотелось в туалет он так смотрит смотрит по сторонам и спрашивается его польского сопровождающего здесь пожалуйста а где вас здесь можно пописать леонид ильич вам везде да вот мне кажется что вопрос относительно того а может ли кремль а может ли путин а может ли москва ответ сразу да может вот если чтобы мы понимали это не означает что это будет но вот и репутация путина его команды ну путина да и практика политическая практика того что они позже считают себе допустимым и те фактические шаги которые они предпринимают по подавлению внутренней оппозиции по убийству по отравлению идти людей по агрессии против других стран по размещению своих вооруженных сил в разных точках мира мы понимаем что ну по большому счету до тех пор пока кремлю не оказывается серьезное противодействие он как газ расширяется во все доступные ему стороны и поэтому сказать может или не может ответ да может но не значит что будет но это такая первая часть ответа на вопрос а вторая часть ответа на вопрос состоит в том что донбасс он в российско украинских отношениях играет как бы двоякую роль с одной стороны россия всячески подчеркивает что это не является вооруженный конфликт между россией и украина это конфликт между америка и россии причем америка напала на россия россия защищается ну и просто вот так случилось что поле битвы находится на востоке украины а вторая часть состоит в том что донбасс выступает в роли заложника в российско украинских отношениях и точнее говоря вопросах украинской внутренней политики для россии война в донбассе что такое для российского общественного мнения для российского населения что такое далекое непонятное практически уже невидимое об этом не говорят о том что участвуют российские военные молчат если есть какие-то жертвы об этом вообще никому не становится известным вот но в украине это действительно война там каждый день гибнут люди за последние две недели погибло 11 солдат аренса вооруженных они свои на служащих вооруженных сил украины и это война и об этом знают все и естественно когда вокруг донбасса начинается разговор о каком-то обострении концентрации российских вооруженных сил по другую сторону границы не дай бог какой-то взрыв или обстрел то в киеве вспышка вот такой вот общественного внимания политического внимания к этой теме и украинские власти украинские политики забывают о многих насущных вопросах и перестают заниматься их решением и мне кажется что кремль очень активно и очень успешно этим пользуется потому что хуже нет для кремля сценария в котором украина последовательно реализует свою реформаторскую политику движется в сторону евросоюза и нато не обращая внимание на ту гибридную войну который идет с россией а сергей а воде а какие вы видите последствия для россии если все таки все таки она решится на эту авантюру после 1 без владимировича это уважительно но это это уважительно к вашему статус вы у меня уже поуважали мне просто легче будет говорить значит мы хорошо понимаем да что если сегодня кремль развязывает новую агрессию против украины если он использует свои вооруженные силы для того чтобы захватить какую-то часть украинской территории даже не очень понятно там понятно что там не один квадратный метр на такую значимую часть украинской территории хотя бы несколько квадратных там десятков квадратных километров наверно правильно может быть сотен то это немедленно вызывает такую дипломатическую обструкцию и дипломатическую атаку запада на россию очевидно что будет при будут применены какие-то новые санкции очевидно что эти санкции будут достаточно жесткими и затронут экономику затронуть технологию и затронут политику и очевидно что это лишь укрепит сотрудничество украины с надо которое надо на самом деле последние годы последние месяцы развиваются достаточно интенсивно и украина ну скажем так если сторону европейского союза она движется крайне медленно и непоследовательно то в сторону членство в нато украина движется достаточно быстро и последовательно и в этом получает полную поддержку поэтому конечно это будет такой жесткий военный вар политический конфликт международный политический дипломатический конфликт понятно что скорее всего там вряд ли соединенные штаты или нато захотят воевать на украинской территории защищая украину от российской агрессии но то что ответ будет жестким и сильным и в этом не стоит заниматься а сергей смотрите а многие сейчас говорят о владимире зеленском президенте украине как о человеке хорошо обучаемым как вы считаете накачал ли он мускулы как президент и вот в ваших глазах вы чувствуете что это действительно президент который уже которого уже можно уважать и который может вести такую политику на равных с другими руководителями других стран вы знаете я много времени провожу в украине часто туда езжу в киев вода и общаюсь и с политическими руководителями бизнесменами с с общественным мнением даст вообще с лицами с обычными людьми и я бы не стал разделять точку зрения о том что владимир зеленский накачал мышцы и стал реально сильным мощным политическим игроком внутри украины у него безусловно нас по состоянию на сегодня нет конкурентов внутри украины у него сконцентрирована практически вся власть в стране он является президентом у него его партия держит имеет большинство места в ради и таким образом контролирует парламент правительство назначено но фактически им и управляется из офиса президента поэтому вот у него знать как ленин писал в письме к съезду он сосредоточил необъятную власть но только я не знаю сможет ли у ей правильно воспользоваться но ленин писал про иосифа сталина а в данном случае мне кажется что владимир зеленский сосредоточив власть не очень понимает для чего она ему нужна и каких целей он хочет достичь и как самое главное какими методами да поэтому если вот знаете как я вам вам переформулирую как бы в теннисный пинг-понг отброшу вам вопросы спрошу скажите а что такого сделал владимир зеленский чтобы мы говорили о том что он накачал свои политические мышцы ну что он делает какие-то громкие заявления в том что он не боится поехать одеть бронежилет одеть каску и появится в окопах донбасса ну да ну наверно все таки это не вряд ли это политические мышцы скорее всего такие имиджевые мышцы для поддержания своего рейтинга пока владимир зеленского он не может порадоваться большими успехами не в области внутренней политики не в области внешней политики ну и собственно говоря в вопросах вакцинации да вот в борьбе с эпидемией коронавируса тоже украинские власти как-то вот не особо проявляют достигают успехов и демонстрируют свои достижения поэтому мне кажется что он накачал имиджевые мышцы но реальных мышц у владимир зеленского по состоянию сегодня нет сергей давайте перейдем теперь к россии 21 апреля объявлено о том что президент владимир путин будет делать послание которого очень долго ждали как вы считаете что будет в этом послании о чем он будет говорить может это будет какое-то политическое завещание как вы считаете вы смотрите я достаточно довольно скептически отношусь к разговорам о том что владимир путин тяжело и серьезно болен что он вот-вот там то ли покинет наш мир то ли по состоянию здоровья идет со своего поста об этом мы не знаем давайте честно говорить да и там вот те разговоры которые активно ведутся но они не подтверждаются никакой информацией и никакими фактами поэтому я исхожу из того что владимир путин это президент полномочий которого заканчивается в мае 2000 2024 года то есть еще через три года и зная политическую практику как работает владимир путин как он относится к своим президентским полномочиям я очень хорошо понимаю что этот человек который ну понимает что сделать фальстарт значит проиграть то есть он не объявляет ни о каких решениях до тех пор пока не настал самый последний критический момент а что называется завтра уже будет поздно а сегодня никто и ничто не ограничивает владимира путина также как и владимир зеленского в его осуществления удержания власти в россии для него нет угроз ни на одном из фронтов и почему собственно говоря он должен уходить сегодня не совершенно непонятно вместо эти три года почему он должен называть своего преемника за три года до окончания срока своих полномочий тоже непонятно потому что из политической истории многих стран хорошо известно что в такой ситуации действующий президент становится хромой уткой потому что все тут же идут на поклон к его преемнику и действующий президент уже становится такой церемониальной фигурой как бы он не топал ногами не стучал кулаком по столу в общем все уже понимают что он согласился передать власть если он официально объявил имя своего преемника поэтому я не жду ничего такого судьбоносного связанного с изменением вот вообще что называется всей структуры всей пирамиды власти в россии но какие-то как знаете какие-то новации какие-то новости какие-то политические решения экономические решения владимир путин обязательно объявит послание эти проходят каждый год мы услышим много красивых слов не сомневаюсь мы услышим о том что в россии все замечательно но только есть внутренние враги и внешние враги и они сплотились нам не надо дать им объединиться мы должны с ними бороться мы должны наоборот сплотиться вокруг путина и его комарильи и вот но это для того чтобы народ еще больше любил путина нужно повышать уровень жизни а для этого я как президент приказываю выдать там каждому пенсионеру по 5 или по 10 тысяч рублей и еще там по 10 или по 5 тысяч рублей каждой семье с ребенком на каждого ребенка в этом роде сергей говоря об экономике россии в 2019 году он вышла ваша книга русское экономическое чудо что пошло не так так что пошло не так но если коротко отвечать на этот вопрос то владимир путин получил наследство от бориса ельцина экономику которая за 10 лет практически перестроилась из состояния плановой командной экономики которая была во времена советского союза в рыночную экономику где основным движущим двигателем был частный интерес частный бизнес и где экономика где страна тебе экономически технологически стремилась войти в мировую глобальную экономику укрепить свои связи и где ну там можно спорить какой скорости хорошо или плохо ночью где на самом деле существовали элементы сдержек и противовесов политические судебные где была относительная свобода средств массовой информации ну и практически полный свободу слова и вот собственно говоря если мы посмотрим на карту мира то мы увидим что наверное случайность наверное совпадения но в общем то все успешные страны страны которые могут похвастаться не только цифрами ввп на душу населения но реально высоким качеством жизни всех граждан высокой не знаем высоким качеством образования здравоохранения достижениями в науке достижения высоких технологиях это страны которые идут вот по демократического пути на страны в которых есть верховенство права в которых есть разделение властей которых есть политическая конкуренция экономической конкуренции которые активно вписаны в мировую экономическую систему вот владимир путин за 20 лет он все что вот я сейчас называл да все что характеризует успешную страну все это постепенно разрушал он разрушил политические институты он разрушил экономическую конкуренцию создав национальных чемпионов во многих там государственной компании во многих отраслях и сделать их монополистами путин развязал войну в украине и собственно говоря результатом этого стали западные санкции и технологический железный занавес да то есть технологии запада перестали приходить в россию и российская экономика стала такой автортичный нас такой же автортичный как экономика северной кореи когда она не перенадут кроме как поставки сырья ничем другим с миром не связано вот и собственно говоря в результате россия потеряла темпы роста и находится на обочине мирового исторического процесса но собственно говоря вот знаете как коротко пути сделал все возможное чтобы российская экономика перестала расти сергей а пару месяцев назад исполнился год правительству мишустина а как бы вы оценили самого премьера мишустина его политические амбиции его профессиональные качества как руководителя как менеджеры главного страны и может быть пару слов о министра финансе силуанове если можно смотрите мне кажется что касается политических амбиций мишустина то есть ли они есть тонны всячески прячет он на себя позиционирует как абсолютно технократического менеджера протокол правительства технократов во главе с премьером технократом который формально является наследником президента давить если что-то случается с владимиром путиным сегодня или завтра то именно мишустин становится исполняющим обязанности президента и через три месяца там и 3 месяца будет осуществлять президентские полномочия вот номер мишустин всячески это прячет демонстрирует абсолютно полную лояльность он беспрекословно принял то что правительством по факту управляет путина и управляет администрация президента но и мне кажется что вот знаете как это раньше в коммунистической партии в советском союзе в комсомоле была такая должность заместитель порог работе да вот был там секретарь там партийной комсомольской организации а еще был зампоорг который занимался таким всем делопроизводством вот мне кажется что мишустин это такой вот зампоорг да там путин принимают решения а мишустин вместе с членами правительства там в помощь много таких желающих помогать ему решать вот они оформляют все эти решения в необходимые постановления создают планы контроль отчет но собственно говоря вот такая работа которая ну действительно не показывает а чушь делает правительство на правительство выполняет поручение президента и отчитывается о достижениях там которые удалось достичь по тому что цель поставил президент вот собственно все больше ничем мне кажется по состоянии на сегодня правительство мишустина не ознаменовалась . не не привлекает внимание мне честно говоря она не сильно интересно потому что явно что правительство и сам премьер не являются самостоятельными политическими субъектами в россии что касается министра финансов силуанова то ну наверное в нынешнем составе правительства он самый долгожитель я сейчас так вот боюсь на вскидку сказать наверно шойгу теоретически можно считать долгожителем да потому что если там не брать во внимание период короткий когда он был губернатором московской области но в принципе тогда значит силуана второй долгожитель он с 2010 года уже на второй десяток пошел и конечно он пользуется огромным не скажу авторитетом но путин действительно считает его вот за оплот своей бюджетной политики без безумно ему доверяет то есть силуанов в одиночку в состоянии перетянуть ситуацию свою пользу даже если против и могут выступать значительная часть членов правительства или кремлевской администрации и он состоянии запугать путина тем что если сделать принять какое-то решение которое силуанова не нравится то соответственно экономическая ситуация в россии дестабилизируется вот и тогда все будет плохо и будет повторение 98 года а это такая фантомная боль путина поэтому в этом отношении силуанов он достаточно уверенно сидит в своем кресле он узнает болевые точки путина он знает как на них надавить но с другой стороны мировоззрение силуанова она крайне недалеко уходит за пределы вот такой бухгалтерской бюджетной политики но к сожалению для россии да как министр финансов вот если я финансы это шире чем бюджет то как министр финансов он себя опять-таки плохо проявляет и там его предложение разрушить накопительную систему пенсионную которую он реализовал успешно в 2013 году я считал читают такой вот огромная долгосрочная диверсия для российской экономики для российской вообще такой общественный для российской жизни российского населения потому что он лишил россиян возможности накапливать на пенсию а сергей а как бы вы вообще оценили сегодняшнее состояние российской экономики так коротко что нам надо уходить на рекламу вот от 1 до 5 если оценивать таким школьными мерками вы знаете вот есть в экономике обстал есть не там вообще много есть можно оценивать по критерию эффективности да а можно по оценивать по критерию устойчивости вот российская экономика по критерию эффективности она ну где-то там на уровне двойки может два с половиной да а по уровню устойчивости она на уровне четыре с половиной может даже 5 да то есть это совершенно разные критерии то что она неэффективно и то что она ничего не производит не означает что она рухнет прямо завтра поэтому она устойчивая но неэффективно сергей мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся не отключайтесь очень интересно спасибо говорились мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ее постоянные ведущие эдуард грумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с российским экономистом общественно политическим деятелем бывшим заместителем министра финансов россии бывшим первым заместителем руководителя центрального банка россии кандидатом экономических наук сергеем алексашенко сергей самая главная проблема наверное всей экономики мира это к вид как бы вы оценили борьбу с к видом в экономическом плане кому успешней удается такому менее успешно от ведущих экономик мира я имею ввиду в первую очередь и сша и германию и японию наверно ну безусловно наибольшие успехи в борьбе с к видом демонстрирует америка соединенные штаты потому что здесь вакцинации идет самыми быстрыми темпами и там первую дозу вакцины насколько я понимаю что там практически 30 процентов населения получила где-то был 20 процентов и последний цифр уже не смотрел вакцинирована двумя дозами то есть полная вакцинация прошла и так близко за исключением великобритании которая пошла немножко по другому технологическому пути они используют первую акции дают первую вакцину но не дают вторую откладывают увеличивают до четырех месяцев перерыв вот собственно говоря и этот разрыв он там примерно в два раза выше чем в среднем по странам евросоюза включая германию которые как мне кажется допустили там нибудь не знаю там точных причин но такую ошибку не сделали упор на вакцину астрозенека у которой возникли проблемой и с производством компании не всегда смогла выполнять свои обязательства и как мы слышали из последних сообщений возникли и медицинские проблемы но по крайней мере вот уже перестали там рекомендовать для лиц молодого возраста эту вакцину напасаясь тромбоза вот поэтому если вот брать этот критерий то конечно надо вакцинации мы хорошо понимаем что быстрая вакцинация или там достижение коллективного иммунитета является залогом нормализации экономической жизни если планы президента байдена по скорости вакцинации будут реализованы в америке но похоже что пока вот это ускорение количество как называется введенных вакцин каждый день она все увеличивается продолжает увеличивается уже там приближается 4 миллионам в день да то можно ожидать что к дню труда к началу к дню труда независимости извините да к началу такого летнего отпускного сезона но практически все желающие в америке будут вакцинированы и люди смогут нормально провести летний сезон да али сезон летних отпусков а сезон летних отпусков мы хорошо понимаем что это огромное количество ресторанов кафе концертных залов кинотеатров ну и вот все что связано с индустрией отдыха парки развлечений да и вот как раз гостиницы авиации самолеты это как раз вот те сектора которые оказались под наибольшим ударом где экономические потери где снизу снижение занятости снижение активности экономически до было максимально то есть америка снил штаты этим летом смогут ну не скажу там вряд ли наверное цель полностью до восстановиться дата кризисного уровня но значительной мере использовать вот тот самый замороженный по медицинским показаниям потенциал в этих секторах и похоже что пока ни одна другая европейская страна были вот из-за из развитых стран не может по этому показателю сравниться потому что все они сильно отстают мы видим что в европе в европейских странах крупных там опять эти локдауны национальные причем на национальном уровне и это означает что медицинская ситуация она продолжает ухудшаться и соответственно этот летний сезон ну вряд ли вывод индустрии отдыха развлечений то что сфера услуг сможет работать там если должны на полную катушку но на 90 процентов своей мощности и это означает что восстановление если восстановление американской экономики до до кризисного уровня у нас наверное человеке в этом году уже произойдет то конечно очевидно что для европы для евросоюза это уже перспектива первой половины следующего года а в этом отношении если сразу перебросить мостик россии россии в одном как наверное как-то повезло да ну если можно назвать это везением в россии в там в украине во многих других странах сфера услуг связанные с населением она не очень развита там например по доле авиационных перевозок в ввп россия отстает от америки там 15 раз то и понятно что там падение авиационных перевозок в два раза в америке и в два раза россии оказывает совершенно разный эффект на динамику экономики в целом так вот в россии падение экономики формально оказалось достаточно небольшим 3 процента что лучше чем в среднем по мировой экономики и таким образом задача путина которую в прошлом послании сказал вот темпы роста российской экономики должны быть выше среднем мировых то в принципе но если только добавить отрицательные темпы роста в 2020 году они оказались выше чем в целом по миру вот но это с другой стороны и восстановление российской экономики не будет настолько же быстрым настолько же бурном как в америке потому что во первых не нечем особо восстанавливаться ограничение на добычу нефти пока еще сохраняются а самое главное что вакцинации идет крайне медленно как то есть по всем оценкам в россии пока даже одной дозой вакцины вакцинирована не более 7 процентов населения то есть явно что до коллективного иммунитета еще очень-очень далеко сергей смотрите россия живет в ожидании санкций и наверное не в последнюю очередь сказалось вот последних днях падения рубля как вы считаете все таки америка введет санкции против россии и если да то какие я думаю что это не вопрос да или нет знаете как президент байден обязан будет вести какие-то санкции ну потому что и расследовательное сообщество сказала что у нас есть доказательства что россия снова вмешивалась выбора есть вторая фаза санкций связанная с применением химического оружия отправлением алексея навального есть вот это известная хакерская атака и внедрение информационной системы там десятков правительственных учреждений сотен компаний вот и какой-то ответ знаете как будучи порядочным и смелым человеком президент байден и его команда должны дать но с другой стороны я не думаю что какие-либо из этих санкций будут серьезными тяжелыми и приведут к всегда мы значимым значимым экономическим последствиям ну например как мы наблюдали во второй половине 2014 начале 2015 годов когда там российские валютно-финансовый рынок был практически разрушен а курс рубля летела в тартар и там изо дня в день будут скорее всего будут какие-то индивидуальные санкции а если будут но такие секторальные или технологические санкции они будут сконцентрированы на оборонных отраслях и по большому счету марает темпы роста российской экономики или на состояние российской экономики не сильно повлияют сергей продолжает тему россии хотел бы затронуть темы и белоруссии заодно в прошлом году прошли выборы беларуси ну и всем известно что в принципе они были сфальсифицированы александром лукашенко и те события которые там довольно трагические происходили все это видели на ваш взгляд а россия естественно поддержал александра лукашенко на ваш взгляд если возможность вхождения белоруссии но будем так говорить int интеграция с россией более тесная чем допустим сегодня она есть или и вообще наверное по моему нету но все таки вот эти взаимоотношения как вы их видите между беларусью и россии я не думаю что есть серьезная перспектива объединение украины и россии и беларуси в единое государство вот давайте так говорим да что на создание единой страны там вхождение беларуси но не знаю как одного федерального округа там с девятью областями или в какую-то еще форму в российскую федерацию мне кажется что об этом речи не может идти и путина хорошо понимает что вот последние летние события показали что протестные потенциалы протестное движение в беларуси гораздо сильнее и общественное со мнение общественное сознание граждане беларуси они гораздо более оппозиционно настроены гораздо более готовы к решительным действиям и к выходу на улицу путина удалось загнать политическую оппозицию по квартирам запугать всех и зачем ему что называется бросать спичку в свой сток сена вот поэтому кроме того я думаю что из таких из тактических соображений кремлю выгодно иметь беларусь в качестве лояльного слабого и подконтрольного союзника ну как независимое государство нежели чем абсорбировать его в поглотить и лишить беларусь независимости ведь если беларусь входит в состав россии то это означает что у россии на то появляется общая граница с польшей и литвой самому что с польшей и это конечно вряд ли всерьез будет радовать российских военных дамы потому что так или иначе они все-таки на беларусь смотрят как на такой буфер да и конечно они как на российские генералы готовится к тому что нато на них нападет но вот вряд ли нато решится на то чтобы пройти через беларусью такими марш маршевыми колоннами как гитлер сделал сорок первом году и поэтому сохранение независимой страны в этом отношении является некой такой вот защитой для как сильно пугливых российских генерал сергей как вы видите историю многострадального северного потока 2 на днях американская администрация назначила спецпредставителя по северному потоку и в принципе осталось достроить 125 километров вот чем все это вся эта история закончится ну опять я не нет хрустального шара я не знаю чем вся эта история закончится то как американцы пытаются заблокировать строительство северного потока 2 но это вот яркое подтверждение того как американцы проводят санкционную политику то есть мне кажется делается все возможное чтобы и волк был сыпи овцы целы чтобы вот с одной стороны санкции какие-то применять но и строительство до конца не остановить в принципе я считаю что при желании конечно американские власти могли принять гораздо более жесткие санкции строительство северного потока давно бы остановилась вот но видимо не хотят или есть какие-то другие мотива которых момент о которых мы не знаем я думаю что вот если исходить из такой глобальной цели американской внешней политики что северный поток 2 не должен приводить к росту энергетической зависимости европы от россии от российского газа и северный поток 2 не должен лишь носить удар по экономике беларусь украины и чехии и словакии да то соответственно в принципе можно предположить такую конструкцию что россия украина не знаю там евросоюз германия подпишет какое-то соглашение по которым будет гарантирована прокачка ну значимого объема не знаю там 40 50 60 миллиардов кубометров газа через территорию украины а все остальное россия может прокачивать через беларусь может прокачивать через северный поток 1 через северный поток 2 и это может быть каким таким компромиссом что вроде вот как вот знаете удалось обо всем договориться но это такой долгосрочный политический компромисс мне кажется что северный поток 2 это камень раздора да то есть опять путин как искусный политик который действительно накачал в отличие от зеленского свои политические мышцы в том числе и на международной арене вот путин активно использует северный поток 2 для того чтобы усилить раскол между германией и америка сергей задам вам может быть странный вопрос а вот вы очень вы даете интервью нашей радиостанции народная волна мы очень благодарны вы очень информированы знающий специалист в области экономики и даже политзнания почему вы не даете интервью например 60 минут другим агитационным пропагандистским каналом каналом в россии в россии например каким ну например 60 минут на канале россия например время покажет на первом канале ну есть еще какие-то я заранее предупредил что он вам может вопрос показаться странным но все-таки как бы как сказать синдром гозмана вот чтобы вы могли как бы свою точку зрения донести до тех кто может быть с вами не согласен но послушайте я с 2012 года но наверное все таки нахожусь в блэк листе на российских государственных телеканалах и меня туда просто запрещено приглашать вы знаете там пока я еще жил в россии вот там в двенадцатом тринадцатом году там было несколько звонков мне там вот там с первого канала с телеканала россия даже с нтв и говори вот мы вас хотим пригласить я каждый раз задавал один тот же вопрос скажите пожалуйста а вы со своим начальством этот вопрос согласовали вот ну как нет ну зачем мы сами формируем нет вы знаете вы сначала спросите своего начальника можно ли меня приглашать а потом если он скажет да вы мне перезвоните вот и ни разу мне не перезвонили поэтому в общем это нету нет же не вопрос желания да там-то танцуют вдвоем да поэтому никакого синдрома гозмана у меня нет никаких проблем там дать интервью на российском государственном телеканале интервью знать как вот мы с вами говорим да я что-то говорю а мне потом нарежут куски вот у меня нет я без проблем готов выступать на любом телеканале перед любой аудитории даже той аудитории которыми они сильно любят вот но никакого вы знаете как это желание с другой стороны не видно и уже давно а сергей говоря об америке а точнее говоря об экономике америки недавно администрация байдена заявила об амбициозным значит решение они выдвинули план на какую-то очень умопромрачительную сумму 13 триллионов может быть даже больше могу сразу говорю могу ошибаться а как вы видите будущее экономики америки вот на ближайшие три года стоит ли нам о чем-то волноваться я имею ввиду повышение налогов для среднего класса или может быть еще какие-то у нас могут неприятности могут быть неприятности от администрации байдена но я честно говоря не слышал ни о каком плане на 13 триллионов был и объявлен инфраструктурный план на две целых три десятых триллиона может быть я ошибаюсь может быть лишь но этот план на первый этот план на восемь лет лично если вы грубо поделить что это там примерно по 300 миллиардов долларов в год при том что федеральный бюджет сша в год 4 триллиона с лишним но мы понимаем что да конечно это увеличение бюджета но не такой узнаете не то что в разы вот второе в этой части план байдена будет финансироваться за но планируется что он будет повышена финансироваться целиком за счет повышения налогов на корпорации и в этом отношении там среднему американцу ну напрямую наверное беспокоиться нечего другое дело что есть вторая часть там инвестиционного плана байдена связанная с инвестициями в образование с инвестициями в охрану окружающей среды с более интенсивными инвестициями там защиту климата до глобального потепления его масштаб пока неизвестен и там с опять следует ожидать из того что мы сегодня знаем что там будет предложено зато повысить налоги на американцев с доходом выше 400 тысяч долларов в год но вряд ли этих американцев можно называть средним классом да поэтому вот если говорить о такой вот о бюджетной политике я думаю что средним американцам боятся ничего не стоит а в перспективе ну наверное все таки знаете как если качество автомобильных дорог в америке улучшится то ничего плохого кроме хорошего от этого не будет правда в конце концов все мы с вами ездим здесь на машинах и чем лучше будут дороги тем в общем нам будет комфортнее то же самое если возникнет сам сеть без полумиллиона заправок электрических заправок для электромобилей ну наверное это нам будет более комфортно ездить тем у кого есть электрические автомобили с электрическим двигателем и меньше будут но там больше склонность будет потому чтобы покупать вот что меня серьезно у меня нет относительно у меня нет никаких опасений относительно того что америка стоит на границе на рубеже нового кризиса что он сейчас начнется какой-нибудь рецессии нет и мне кажется что американская экономика в достаточно хорошем состоянии собственно говоря вот этот вот коронакризис и такое резкое сжатие экономики резкое сокращение численности занятых как раз выполнила функцию экономического кризиса и такая прочистка несбалансированность она произошла чего я всерьез опасаюсь или там скажем так что я считаю реальной угрозой для американской экономики и для вот среднего американца для нашего радиослушателя это ускорение инфляции мне все-таки кажется что вот то что там ведь слишком мягкая политика федеральная резервная система которая возможно была вынужденной да и можно с чем соглашаться с тем что они делали она как знаете вот как полупроводник в одну сторону пропускает а в другую нет и количество денег которые достигают населения и приводит постепенные раскрутки инфляции и амалифляция вообще в америке считается очень странно там много чего нет там я до сих пор не могу понять насколько адекватно учитываются арендные платежи за квартиру мне кажется что стоимость аренды стоимость домов в америке за последний год выросла гораздо сильнее чем это показано в индексе потребительских цен и но мне кажется что вот инфляционное давление постепенно нарастает и как говорят часто там рынок можно ввести в заблуждение но его нельзя обмануть и вот финансовые рынки показывают что игроки на рынке ждут ускорение инфляции и я думаю что вот это и есть главная угроза для благополучия понятно что инфляция она сильнее бьет по менее обеспеченным и вообще инфляция бьет по интересам населения сергей быстро такой вопрос у нас заканчивается к сожалению передача на днях заместитель министра иностранных дел рябков сообщил о том что посол россии в америке антонов не вернется в ближайшее время вашингтон а как вы считаете это проблема для российско-американских отношений или чё страшно я не думаю что это является большой проблемой для российско-американских отношений мне кажется что вот интервью который дал секретарь совета безопасности россии патрушев газете коммерсант который сегодня появилась в газете да и там вчера на сайте патрушев достаточно прагматично говорит о том что мы готовы с диалогу с америкой и собственно я такую же позицию придерживается и президент байден и министр и госсекретарь блинкин и помощник по нацбезопасности салиман все говорят что мы готовы гулять и жевать жвачку одновременно то есть вопросы по которым мы готовы договариваться с америка и даже тоже когда патрушева прямую спросили то что байден назвал путина убийцы помешает ли это встречи в верхах он сказал нет не помешает да поэтому мне кажется что вот там то что российский посол в америке сиди сейчас москве но это какие-то такие политические игры вокруг мида может быть ему ищут замену может действительно пытаются сформулировать а в чем состоят цели российской политики россии во российско американских отношениях но я не думаю что это всерьез на что-то сегодня влияет тоже все понимают что в конце концов посол россии в америке это всего лишь передаточное звено да это такой телефон почтовый ящик или там коммутатор на телефонной станции который соединяет белый дом стремлю сергей вот смотрите а на сегодняшний день президентом сша является байден но многие из тех кто зная нашего президента в большей степени говорят о том что руководить не байден а политический истеблишмент америки на ваш взгляд вот человека который много лет в политике и как говорится смотрит немножко другими глазами чем мы обыватели правда это или нет или это все условно смотреть первое мы должны договориться о том что такое политический истеблишмент потому что политический истеблишмент это и сенаторы и конгрессмены это и члены кабинета министров этой бывшие члены администрации они все являются политическим истеблишментом понятно что так или иначе они влияют внешнюю политику сша и на внутреннюю политику сша и об этом смешно говоришь этого нет но с другой стороны глядя на то как принимаются решения как ставятся приоритеты с точки зрения продвижения законопроекта с точки зрения продвижения кандидатур в сенате на утверждение мне кажется что роль президента байдена она очень высока и он хорошо понимает что стоит ему упустить вожжи как он потеряет контроль над своей командой он конечно опытный в хорошем смысле бюрократ чиновник он хорошо понимает как работает президентская администрация и хорошо понимает что роль первого лица она очень велика и пока но насколько я вижу ни один человек в белом доме не способен сказать что там там байтон без меня ничего не может сделать добавить все-таки он ну я бы даже сказал наверно все-таки играющий тренер то есть он играет очень активную роль в принятии конкретных решений можно сказать что он как фигура самостоятельная как президент ну да конечно ровно насколько насколько там вообще можно быть самостоятельным в жизни так там тебя много чего влияет но так они что он самостоятельный а сергей а последний очень короткий вопрос кто из американских писателей для вас является гениальным то есть кого бы вы нашим радиослушателям рекомендовали к чтению чтобы понять что такое америка в принципе не сегодня а в принципе хороший вопрос вы знаете вот чтобы понять что такое америка я бы наверное все-таки предложил читать фолкнера и я бы предложил читать вот это как это драйзер драйзера да да потому что я думаю что разрыв во времени между россией и америкой вот в цивилизационном он настолько велик что как раз вот драйзер он как раз будет сильно хорошо вложиться на реальную российскую политическую ситуацию и на уровень экономического образования да вот что чтобы понять обычную жизнь наверное все-таки фолкнер жизнь человека сергей огромное спасибо за ваше интервью мы с геной желаем вам всего самого наилучшего наращаемся и мы не прощаемся мы хотели бы еще раз с вами побеседовать есть у вас будет время берегите себя еще раз огромное спасибо спасибо большое до свидания до новых встреч всего хорошего спасибо